Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины под названием источниковедение. На прошлой лекции, она была первой по нашему курсу, мы рассмотрели вопросы, что такое источниковедение, зачем оно необходимо человеку, каковы предмет и задачи источниковедения, а также мы рассмотрели историю становления и развития источниковедения как науки. Сегодня у нас на очереди следующая лекция, которая на тему понятия, структура, функции, типология и классификации исторических источников. В этой теме два часа лекционных и сегодня мы рассмотрим первые два вопроса понятия исторического источника и структура и функции исторического источника. Итак, цель нашей сегодняшней лекции разобраться в том, что такое исторический источник, каковы понятия исторического источника, а также какова структура исторического источника, а главное каковы функции исторического источника, особенно вот примитивно к исторической науке. И начнем с определений, даже не одного, а нескольких определений исторического источника. Итак, исторический источник – это реализованный продукт человеческой психики, пригодный к изучению фактов с историческим значением. Исторический источник – это остаток далекого прошлого. Само понятие исторический источник утвердилось в XVIII веке, впервые было закреплено в работах российского ученого Миллера в 1749 году. К концу XIX века данный термин становится основным. Историческим источником называют материальный предмет, который содержит информацию о прошлом и вовлечен в процесс научного исследования. И еще одно определение. Исторический источник – прежде всего результат творческой деятельности человека или продукт культуры, используемый для изучения или понимания человека, общества и культуры. Ну и, безусловно, исторический источник – это базовое понятие источниковидения. Понимание его природы обусловлено мировоззрением и философским взглядом исследователя и, в свою очередь, обусловливает цели и методы изучения исторического источника и включения его в историческое исследование. Всякая информация о прошлом есть историческая информация. Но, с другой стороны, не все источники, содержащие информацию о прошлом, являются историческими источниками. Не стоит относить к историческим источникам ту их часть, где содержится сведения о, допустим, глубоком геологическом прошлом Земли до начала человеческого рода. То есть, то, что было до появления человека – это не исторический источник для нас, безусловно. Также не следует считать историческими источниками многие современные источники текущей информации, которые ничем не обогащают науку. Иначе мы просто задохнемся, захлебнемся от лавины совершенно никому не нужных фактов. И эти исторические источники, в принципе, действительно никому не нужны и ничем не обогащают науку. Поэтому возникает вопрос выборности. Что-то является историческим источником, а что-то нет. В отношении источников должен применяться отбор. Этот тезис достаточно спорен, поскольку требует выработки определенных критериев. Или хотя бы важного одного критерия. То есть, какой источник считать полезным в плане информации, а какой нет. Этот тезис был впервые высказан в статье Клейна, посвященной археологическим источникам. Им же было дано следующее определение источника. Итак, источник – объект, существующий к моменту исследуемого восприятия, то есть доступный исследователю, и содержащий для этого восприятия информацию о фактах прошлого, имеющих познавательно-историческое значение, то бишь характеризующих исторический процесс. Итак, объект, который доступный исследователю, то есть какой-то источник, который недоступен исследователю, он источником не является. То есть вполне вероятно, что где-нибудь там в глубине Сибирской тайги лежит какой-то камень, на котором есть какие-то интересные очень петроглифы, там изображения, допустим, да. Но пока мы о нем не знаем, он для нас историческим источником не является. Он нам неизвестен, да. И кроме того, источник должен иметь познавательно-историческое значение, то есть характеризовать исторический процесс, безусловно, да. В западоисторической науке понятие источник определялось в связи с двумя явлениями. Первое – возникновением четкого представления об авторстве, и второе – появлением критического отношения к сведениям о прошлом. Отношение к определению источника менялось по мере изменения основных металлологических принципов, применяемых в целом гуманитарным наукам, от позитивистских идей XIX века к неокантианским на рубеже XIX-XX веков и феноменологическим в XX веке. Впервые критическое отношение к источникам появилось еще в XVI веке, однако вформилось оно в виде формировки методов критики исторических источников в XVII веке и связано было с именами выдающихся ученых европейских Фрэнсиса Бэкона и Рене Декарта. Историческая наука приложила к критике источников идею необходимости, опоры на опыт фактов Фрэнсиса Бэкона и использование в работе с источником метода сомнения и аналитического расчленения Рене Декарта. В результате критики под сомнение ставится не подлинность или сохранность исторических источников, а истинность их содержания. И мы переходим к вопросу структура и функции исторического источника. Исторический источник по своей природе имеет две стороны – объективную и субъективную. Объективная сторона исторического источника заключается в отражении действительной произошедшей в прошлом событии. Субъективная сторона исторического источника образуется в результате взгляда на события прошлого со стороны автора, редактора, переписчика того или иного источника, который зачастую вносил искажения, вызванные идейными, религиозными взглядами, социальным и должностным положением автора. То есть дело уже в интерпретации исторического источника. Изучение источников как материальных объектов-посредников, передача культуры от одного поколения к другому, позволяет рассмотреть источниковедение в качестве основы междисциплинарного синтеза гуманитарных и естественных наук. На разных исторических этапах складываются доминирующие формы сообщений. Устное сообщение в древности, затем письменное сообщение или документ в эпоху цивилизации и, наконец, электронная запись или код в эпоху информационного общества. Вы знаете, что важнейшим историческим источником, как правило, является документ. Архивный документ, допустим, да? Мегографический документ. Итак, документ представляет собой удивительное явление. Он является инструментом власти, включен в жизнь каждого человека. Фиксирую я ключевые моменты. Рождение, брак, смерть, получение образования, работу и так далее. Документ является основным информационным каналом для официальных коммуникаций, управления, науки и образования. И устойчивый образ документа чаще ассоциируется с текстом на бумажном носителе, то есть со справкой, допустим, да? Оформленной соблюдением определенных правил. Этот образ, который можно рассматривать как базовый для того или иного документа, помимо этого традиционного варианта существуют другие исторические и электронные документы. Исторические документы отличаются разнообразием носителей. Мы помним, что в истории таковыми были папирус, пергамент, глиняные таблички, береста и даже каменные стелы. Электронный документ появился сравнительно недавно и отличается от эталонного бумажного варианта тем, что благодаря техногенному происхождению недоступен для непосредственного восприятия. Мы можем видеть только образ документа, формируемый компьютерной системой на основе определенного электронного кода. Причем место его хранения может располагаться где-то очень далеко от места проекции, что нередко воспринимается как отрыв от материального носителя. В конце 70-х, начале 80-х годов 20-го века академик Ковальченко обоснованно предположил, что исторический источник – это прежде всего источник информации, а источниковедение – это отрасль исторической науки, занимающаяся извлечением и изучением информации, содержащейся в источниках. Подход к историческим исследованиям с позиции теории информации приводит к изменению основного объекта исторического исследования. Если ранее в качестве объекта рассматривался источник как носитель открытой информации, то теперь основным объектом изучения становится не зафиксированная в источнике в знаковом виде часть информации, а вся информация, в том числе скрытая, латента, присутствующая в том или ином источнике. Анализ информации как исторической категории и ее соотношение с историческим источником позволяет определить исторический источник прежде всего как источник исторической информации, фиксирующий отношение субъекта к передаваемой информации и передающий ее в знаковой форме на определенном носителе. Исторический источник – это результат информационной деятельности, включающий отбор, накопление, переработку и кодирование информации, операции ее хранения и передачи. Исторический источник является объектом межсубъектного взаимодействия, так как именно он обеспечивает преемственность в истории, выполняя различные функции, среди которых можно выделить функции коммуникации в обществе, управления или целенаправленного воздействия на характер принятия решений, адаптации системы к внешней среде и социальной памяти. Признавая, что каждый исторический источник есть источник информации, мы, тем не менее, должны признать, что исторический источник – это прежде всего носитель информации, который одновременно является и каналом информации, так как служит и для сохранения информации, и для ее активизации и передачи. Информация, зафиксированная в исторических источниках, имеет разнородный характер и может быть классифицирована по видам – политическое, экономическое, по возможности использования – фиксированное, нефиксированное, по степени переработки – исходное, переработанное автором источника или переработанное историком, и по сфере применения – она может быть универсальной, функциональной и т.д. Если понимать исторический источник как систему, то эта система должна выглядеть следующим образом – информация, создатель источника и носитель информации. Таким образом, каждый исторический источник объединяет три подсистемы. Первая – это информация, вторая – субъект, фиксирующий информацию, допустим, автор исторического источника, и третья – носитель информации, средство, с помощью которого информация фиксируется, сохраняется и распространяется. По существу носитель информации и является историческим источником в традиционном понимании. Все существующие классификации исторических источников с точки зрения теории информации представляют собой попытку классификации носителя информации по видам. В роли носителя может выступать как материальный, так и нематериальный объект, например, устный фольклор, какие-то слухи и так далее. Это значит, что для изучения исторической информации необходимо применять различные методы, в том числе методы фиксации информации. Историка в предложенной схеме получается нет, так как он выступает уже как интерпретатор прошлого и как создатель новой информации, адаптированной к восприятию определенной группой потребителей. Историческая информация выступает как источник культурного развития и основной канал этого развития. Она наследуется в форме социального опыта и способствует возникновению социальной памяти. Место и роль информации в структуре социальной памяти определяется ее регулятивным началом в процессе взаимодействия традиций и инноваций в культурном развитии. Особое значение имеет коммуникативная функция информации, поскольку именно она оказывается ядром социокультурного развития, идеологичного по своей сути. Культура формируется на основе коммуникативных процессов, в основе коммуникативной деятельности. Если признать, что динамика культурного развития определяется взаимодействием традиций и инноваций, то легко убедиться в том, что в основе культурного развития лежат информационные процессы – возникновение, распространение, усвоение, передача и хранение той или иной информации. При этом традиция может рассматриваться как форма закрепления информации о прошлых состояниях общества, значимой для программирования ее последующей жизнедеятельности. А вот инновации – это форма распространения новой информации, степень усвоения которой зависит от характера информационных полей, в которые она попадает под воздействие внешних факторов и так далее. Принимая теорию информации как методологию источниковедческого шире исторического исследования, мы допускаем возможность применения информационного подхода ко всем видам исторического источника, к числу которых могут быть отнесены и исторические труды, в том числе, прежде всего, историографические источники. И теперь литература по данной теме. Это учебное пособие для студентов Голикова «Методика работы с историческими источниками Москва, 2014 год издания». Это работа Игибаева «История Казахстана в источниках и материалах Алматы, 2013 год». Это учебник источниковедения Данилевского. Это работа Турежанова, уже мной упоминавшаяся, «Теоретика методологических проблем источниковедения и историографии Кустанай, 2013 год». Это «История исторического знания» Репина и Зверева-Парамонова «Москва, 2004 год издания». Это «Вопросы теории и методики исторического исследования Пронштейна и Данилевского». И, наконец, уже упоминавшийся академик Ковальченко издал очень крупную монографию под названием «Методы исторического исследования Москва, 1987 год». Ну и в завершение, вопросы для закрепления. Первый. Когда в исторической науке утвердилось понятие «исторический источник»? Второй. Для чего используются исторические источники? Третий. Какие две стороны содержат исторический источник по своей природе? В этом была сказана в лекции. Четвертый. Кто сыграл важную роль в формулировке методов критики исторических источников в 17 веке? И, наконец, пятый вопрос. Какие процессы лежат в основе культурного развития? Подумайте над этими вопросами, а затем мы посмотрим по классификации исторических источников.